Ознакомиться с дизайн-проектами и высказать свое мнение может каждый. В Самаре обсуждают идеи по обновлению общественных пространств, которые претендуют на благоустройство в следующем году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Напомним, из 88 городских территорий в январе отобрали 20 в разных районах города. Теперь жители и общественники ТОСа вместе с районной администрацией и профильным департаментом решают, как могли бы преобразиться выбранные скверы, парки и бульвары. Мы слушаем граждан с теми предложениями, которые поступают, и, собственно, объясняем ту концепцию, которую мы предлагаем благоустроить. И, соответственно, по результатам у нас готовится протокол общественного обсуждения, где, собственно, вычтены те предложения граждан, которые есть, которые поступают. В последующем данные предложения рассматриваются на общественной комиссии и, соответственно, корректируется общий дизайн проекта. И в последующем данные дизайн проекта уже выставляются на голосование, которое будет у нас проводиться весной текущего года. С 15 апреля по 31 мая будет проходить рейтинговое голосование. Из 20 объектов жители Самары будут выбирать те пространства, которые преобразятся в 2024 году. На обновление претендуют три общественных территории, расположенных в промышленном районе. Это сквер Калинина и следующие этапы благоустройства Воронежских озер и парка Молодежный, которые, благодаря поддержке жителей, стали победителями по итогам прошлого голосования и будут благоустраиваться в этом году. В первую очередь, эти же жители будут там в дальнейшем отдыхать, поэтому очень важно, чтобы жители принимали активное участие как в голосовании, так и в обсуждении проекта реконструкции данных территорий. Общая задача – сделать общественные пространства максимально комфортными и функциональными, учесть интересы различных категорий граждан. Мы голосовали в прошлом году, мы очень рады, что у нас появилась такая программа. Мы работали волонтерами, мы объясняли жильцам, жителям, всем. Мы показывали проект, мы объясняли, для чего это. У нас жители очень-очень активно на это отозвались, и у нас было голосование, и в прошлом году мы выиграли. Люди начали осознавать то, что именно они могут повлиять на вот эту красоту своим именно голосованием. Каждый отдает свой голос. Посмотреть топ-20 городских пространств, претендующих на благоустройство, и узнать график проведения общественных обсуждений, дизайн проектов, можно на сайте городской администрации. Светлана Кудрявцева, Сергей Баскин. События. С устройством цветников.